Полный контакт с Владимиром Соловьевым Саша, можно порадоваться? В экономике, наконец, ощущение, что мы возвращаемся к здравому смыслу, и это моментально дает результаты. У нас февральские данные. Рост экономики по февралю 7,7%. При этом структурно это какой рост? 13,5% это не сырьевой обрабатывающий сектор. И 2,1% это сырьевой сектор. Но за последние 40 лет у нас, по-моему, ничего подобного не было. Совершенно верно. Ничего подобного не было. И если мы возьмем рост инвестиций по 2023 году, это 9,8%. У нас такой рост инвестиций был последний раз в 1999 году. А откуда такой рост инвестиций? Чьи деньги? Вот, рост инвестиций и рост экономики. Я сначала начну с роста экономики, а потом о росте инвестиций. Растет плановая экономика Российской Федерации. Растет тот ее контур, где наконец-то, ну просто в силу необходимости, в силу проведения специальной военной операции, мы стали четко планировать, четко организовывать государством процессы в оборонно-промышленном комплексе. И там есть два тайных секрета. Низкая процентная ставка и 80% авансирования. Совершенно верно. Совершенно верно. И именно туда, при том, что все четко спланировано, все цепочки простроены, отказались мы от этой федеральной контрактной системы, так называемой, отказались от этих громоздких, неудобоваримых процедур госзакупок, сделали прямые, ясные покупки. Произвел, забрали. Какие вообще процедуры, когда у нас ИСВО, и все это должно на передовую поступать. Здравый смысл наконец-то восторжествовал. Дали дешевые, длинные деньги, то есть под низкий процент эти деньги, и на хороший срок, и дали 80% на авансирование. И когда, Володь, мы с тобой год назад в эфире говорили о том, все начали там кричать, я очень хорошо помню, год назад. Ужас, ужас, у нас тут дефицит бюджета. Правильно тогда сказал министр финансов, ну мы просто проавансировали все в начале года, а не тянули, не откладывали это на потом. Вот вам результаты. И растет же высокотехнологичный сектор экономики. Растут заработные платы людей, и у нас рекордно низкая, исторически рекордно низкая безработица. 2,8%. Тогда зачем нам мигранты? Согласен полностью. Безработица низкая, но нам мигранты не нужны. Не нужны. Ну конечно, если у нас настолько низкая безработица... Нам нужно повышать производительность труда, роботизация, вот там, где нужна цифровизация. Скажем так, нам нужны специалисты, но нам не нужны абстрактные мигранты. Совершенно верно. Нам нужны специалисты, там носители технологий и лучших управленческих практик, да, вот они нам нужны. Совершенно верно. А это нам зачем? Это, собственно, то, что могут делать, то, что может делать современное оборудование, современные технологии, это все просто последовательно нужно внедрять и такое технологическое совершенствование, кое-где и перевооружение производить. Это понятная и ясная политика. Но что дает три фактора, по большому счету? Государственное планирование, дешевые длинные деньги, нормальное финансирование и высокие технологии. Вот, собственно, вот этот рост нашей экономики, вот он, кристалл роста, можно сказать, нашей экономики. И если мы, вот ты упомянул нашу книгу, так, собственно, феномен нашего довоенного и послевоенного роста, он в этих факторах и заключается, в первую очередь. Мы этим всем последовательно занимались и сейчас, наконец-то, начали заниматься. И экономика наша диверсифицируется, это именно несырьевой рост, о чем мы тоже... Хотя у нас и доход достаточно высокий от углеводородов тоже. Да, доходы хорошие, но все равно доходы... Что хорошо. Что тоже хорошо, но доходы от неуглеводородов, структурно, если посмотреть, растут более высокими темпами. Что еще лучше? А в плане сырьевого сектора, да, действительно, мы... Ну, знаешь, есть момент... Поставки свои поставляем не в Европу теперь, а в другие страны. Но есть момент, который меня очень смущает, принципиально смущает. Крайне низкая рентабельность предприятий ВПК. Совершенно верно, этим тоже надо заниматься. И на самом деле, тут и эффект масштаба будет сказываться все равно, что мы наконец-то загрузили, и работа в три смены происходит. И, конечно, нужно, ну, к этому подходить, ну, разумно, разумно. И должен быть у этих предприятий длинный инвестиционный ресурс на вот решение задач роботизации, технологического, технического перевооружения. Но что я хочу очень подчеркнуть, что это не разовый всплеск. Вот очень бы хотелось осознать, вот она, модель вообще роста экономики нашей в долгую. Не делайте, что вам говорит Америка, делайте, что она делает. У них постоянно на оборонном комплексе они вытягивали свою экономику. Постоянно это делали. И не надо думать, что это вот только в силу СВО начать. Нет, ну, подожди, есть еще нюанс. Потому что мы, в отличие от Америки, у нас нет вот этого эффективного, надутого финансового сектора. Совершенно верно. То есть мы переходим к реальной экономике. Так вот я хотел сказать о... И, к счастью, мы стали еще заполнять не только, где выгодно-невыгодно, а что необходимо. Правильно, конечно, конечно. Это другая экономика, это другой контрэкономики. Так мы что получаем? И рост ее, и рост заработных плат, и рост доходов людей, это же вот... Но это другая экономика просто, вот это надо понять. И она не отвергает ни в коем случае рыночный сектор. Он-то тоже растет благодаря чему? Благодаря тому, что у людей растут заработные платы и растет внутренний спрос. И на этом внутреннем спросе второй драйвер роста нашей экономики работает. Импортозамещение. Но мы, наконец-то, внутри себя начинаем производить то, что можем и способны производить. И надо эту политику... Она лет на 10-15 ее хватит тоже еще вперед, чтобы наша экономика бурно росла. Теперь по источникам инвестиций. Вот этот вот рост, я подчеркну, роста инвестиций у нас такого не было 25 лет. Последний раз это правительство Примакова в 99-м году. Почти 10 процентов. 9,8 по структуре. 56 процентов это собственные средства предприятий. 19 процентов бюджет. И лишь 9 процентов это кредиты банков. Это... Подожди, а где народные бабки? Вот я, например, с радостью бы вложил свои деньги в оборонную промышленность. Вот. Совершенно верно. Совершенно верно. Неразвитый облигационный рынок совсем. Это же понятная вещь. Именно когда еще эти облигации окрашены, именно окрашены, понятно, что ты даешь предприятиям, которые будут выпускать именно оборонную продукцию. На самом деле, этот феномен в экономике исследован очень хорошо. Имеет значение для людей. Имеет значение. Не просто какую им там доходность пообещают, а что будет сделано в стране благодаря этим займам. Благодаря этому... Ну это вообще не сопричастности. Конечно, совершенно. И этот фактор в экономике работает. Это доказано. Это не какие-то такие экономизмы в рафинированном виде. Работает. И то, что мы имеем здесь еще большой потенциал увеличения роста, темпов роста нашей экономики, это очевидная тоже вещь. Но с другой стороны, это ведь порождает колоссальный перекос. Вот смотри, у нас... Но перекос у нас сейчас. Сейчас, вот о чем я и говорил. У нас сейчас рождается феноменальный перекос. Потому что де-факто у нас есть существенная часть экономики, которая обеспечивает этот рост, которая находится вне зоны влияния ЦБ. Совершенно. И есть угнетаемая, загнанная непонятно в какие правила ЦБ, совершенно уничтожаемая остальная у Турции. Полностью согласен. Что это такое, когда... Ну что это такое, когда государственный бюджет это 19% в структуре финансирования, а кредиты банков 9%. Ну бюджет все-таки это больше про пособия, про пенсии, про помощь людям, про строительство необходимой инфраструктуры. А он у нас финансирует инвестиции на 19%. В отличие от кредит... Кредит не работает в экономике. Нет кредитной поведения. Он не может... Ну конечно, кто же под такие... Абсолютно верно. Это сегодня. Но этот структурный перекос это что? Это на самом деле еще один потенциал роста, дополнительного роста. Я просто не понимаю, какие разумные... Я вот многократно приглашал, после того, как Александр Михайлович Бабаков уступает, приглашал представителей ЦБ прийти, просто объяснить, что они имеют в виду. Потому что вот пока... Ни разу. Они вообще ведут себя так, как будто мира нет. Совершенно верно. Никому не надо. То есть они вот откуда-то сверху, там что-то бросят какую-нибудь фразу, и все. Ну например, Володь, ну даже знаешь, на уровне просто элементарной, формальной даже культуры. Ты знаешь, какой феномен у нас? Вот общественная палата мы, да? Мы занимаемся формированием общественных советов при органах власти. А у нас у Центрального банка даже общественного совета нет. У ФСБ... Вот на уровне даже, подчеркнув, формальной культуры элементарной. Формальной даже. Я не говорю, что он там сильно влиятельен будет. У нас у Федеральной службы безопасности Российской Федерации есть общественный совет. А вот Центробанк, у них что, какие-то там секреты такие, что вот даже с людьми поговорить нельзя? Что-то объяснить, что-то рассказать? Это какая-то такая неуважение и надменность, и нежелание предметно разговаривать с теми, кто... Ну, я согласен, может, мы что-то не понимаем? Ну, объясните, пожалуйста. Ну вот мы не понимаем, просто нам объясните. У нас президент указом своим формирует значительную... 42 человека назначаются указом в общественную палату. Ну, не последние люди. Вроде не дураки там. У каждого там бэкграунд. Ну, конечно. Формируют общественное мнение у нас. Ну, вы что с ними даже... Вы даже с ними не хотите поговорить? Поразительная просто вещь. Поразительная. И я помню, тоже у тебя в эфире год назад тоже это прям предлагал. Ну, давайте поговорим. Хотите на теоретическом, хотите на практическом уровне. Посмотрим, что другие страны делали. Какой исторический опыт есть. Слушайте, ну, это же как-то, ну, прям... Нет вот этот... Трансмиссионный механизм у них есть, и они его чуть ли не сакрализируют вообще. Ну, что, в Библии, что ли, описано? Есть и другие практики, как другие работают. В Библии точно так не описано. Это точно, совершенно я. В Библии совсем о другом. Поэтому, конечно, у нас, ты абсолютно прав, у нас перекос. У нас есть один контур экономики, который сейчас драйверит и дает мощный рост благодаря госпланированию и длинному дешевому проектному финансированию. Есть угнетаемый фактически сектор, где просто у нас кредит недоступен. Поэтому, замечу, что интересно, ведь на самом деле, понимает это кто-то или нет, мы в каких-то вопросах вернулись к Старинской модели военно-промышленного комплекса на новом этапе развития. То, о чем ты писал в Каистале Росфа, когда объяснял, какую роль играли артели. Вот и сейчас, если посмотреть, теперь это называется гражданский ОПК, но он колоссальную роль, притом сыграл именно в вопросах инновации. Те же ланцы-то откуда появились? Да, абсолютно верно. И на самом деле, вот тот период, который описан с 1929 по 1955 год, мы прям показываем на практике и в академических разработках того периода, там никому в голову не приходило противопоставлять государственное планирование предпринимательской инициативе. Она просто реализовывалась, эта инициатива в форме артелей, в форме промысловой кооперации. И артели работали в ОПК, в военно-промышленном комплексе. В те годы, допустим, пистолет-пулемет Судаева, ППС, производили артели. Они встраивались в кооперационные цепочки, там детали, поставки какие-то делали для ВПК. Все это нормально. Но основной фокус у них был, это сегмент конечного потребления, весь ширпотреб, и не было никакой проблемы дефицита, который возник в позднем Советском Союзе. Совершенно верно. Вот мы в эту сторону стали идти, при этом... Ну, посмотрите, что, кому-то хуже, что ли, от этого стало? Просто это другая экономика. Экономика, которая способна совершенно другие темпы роста давать. Вопрос в другом. Нам навязали 30 лет назад, в мозги нам определенные матрицы и установки прям зашили. А почему зашили? Ну, потому что им, понятное дело, наш-то рост не нужен. Более того... Да они даже не понимали. Да они у себя сейчас росту дать не могут. Это правда. И у них и у себя не могут дать. Так у них там за эти... Это же глубокие основания имеют. Я напомню, что римский клуб еще там 70-е годы, это у них такое нео-мультезианство. Концепция вообще нулевого роста. Они начали эти идеи продвигать. Потом поняли, что нулевого, ну это уж прям совсем... Начали назвать это естественный рост. А это, ну там, 1-2%. Вот концепция естественного роста. А мы сейчас смотрим, допустим, документы Центробанка. Так там все вокруг этого и вертится. Вокруг этой концепции естественного роста. Да, перегрева. Хотя понять, что такое перегрев. Какого перегрева вообще? А вообще само понятие определения, что есть перегрев. То есть вот если они могут дать определение, что такое перегрев и чем он плох, было бы интересно услышать. А они скажут все, что выше 2%, ну там с копейками, это уже перегрев. Вот исходя из чего? А вот, а исходя из того, что есть якобы эта концепция естественного роста, но я прошу прощения, когда уж начну. Значит, у них там есть кривая Филлипса, это тоже 70-е годы. Так называемые... Они сейчас будут говорить, ну вот смотрите, безработица низкая, поэтому это... Но производительность труда еще невысокая. Нам ее можно увеличивать и увеличивать. Классальным образом. И перезанимать людей. И поэтому нельзя брать текущий уровень безработицы. А надо оценивать потенциал увеличение производительности труда. У нас еще... Видите, нам есть там где расти. Понимаете? У нас даже от стран Восточной Европы она в два раза меньше. Так давайте увеличивать ее. Программы целевые реализовывать. А для этого нужно длинное дешевое финансирование. А для этого нужен совершенно другой взгляд структурный, сущностный на экономику. А когда у тебя вот этот типа естественный рост 2%, все выше перегрев, а если перегрев... Ну исходя из этой логики, она 2%... Вот человек, когда растет, вот когда в детстве ребенок, его надо тоже тормозить рост. Чтобы не были 2% в год? Вот совершенно... Ну хорошая аналогия, на самом деле. Хорошая аналогия. И ничего серьезного ты никогда не сделаешь, не вырастешь, не сделаешь. Разруха, как и победа, начинается в головах. Вот когда в головах такие концепты, на самом деле, это удивительно, как мы выламываемся. И на практике, как в виде исключения, ну наконец-то показываем, ну можно же по-другому. Ну вот вам практика, ну что еще нужно? Она доказывает, что можно по-другому. Это в наших интересах. Конечно же, в национальных, в интересах людей. И вот это ощущение, на самом деле, что у нас что-то не так в консерватории, оно же в соцопросах проявляется. Вот людей сейчас спрашивали, за что вам стыдно? Вот за страну вот. Спрашивали, чем вы гордитесь, за что вам стыдно? Самое интересное оказалось на первом месте, там с большим отрывом от всех остальных позиций. Богатая страна, бедно живет. Ну, перед этим понять, почему бедное население невозможно. Конечно, ну конечно, ну конечно. Вот выйдите к людям там и объясните, Центробанк, объясните просто. Ну как вот? Это, кстати, нехороший вопрос, который я все время задаю. Кто у нас в главной стране наниматель? Государство. Ну, повысите зарплату, повысите пенсию. Что мешает повысить низкую производительность труда? Что мешает получить высокую производительность труда? Низкий уровень автоматизации? Что мешает получить высокий уровень? Нет финансирования для реализации проекта. Замкнутый круг. Замкнутый круг, совершенно верно. И никакого желания и понимания говорят, а давайте повысим налоги, а зачем? Володь, ну, я прошу прощения, ну несколько слов тогда даже по профессионалу, и за этим стоят соответствующие концепты. Конечно. Вот этот монетаризм, на самом деле, он же в чем заключается? Что не надо экономику понимать структурно. Экономика это черный ящик, посылаем монетарные сигналы на входе, на выходе считываем, как откликнется экономика. Ну, на этом и построен, собственно, этот вот трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики Центробанка нашего. Но с таким подходом, когда ты не понимаешь, что внутри в ней, что внутри этого черного ящика, ну как же структурно в ней не разбираешься? Так эти люди не имеют права заниматься экономикой по одной простой причине. Экономика на 80 лишних процентов в здравый смысл. Здесь знание реальной жизни. Они что-то знают? Ну, посмотри на себя, да? У тебя, насколько, гигантский опыт. Ты прошел все стадии всюду, там, кроме блестящего образования, и государственные службы, и защита бизнеса, и сам бизнес, и сейчас общественную работу. То есть ты видел эту жизнь самых разных ипостасий, самых разных направлений. Большинство этих людей чего они видели? Что они знают о реальной жизни? Башни Слоновой Костя. Ну, о чем и речь? Башни Слоновой Костя. Это что не имеет никакого отношения. Они хоть вопрос простой. Когда они, по-моему, в магазине были? А на каком-нибудь предприятии? А с производственниками говорили? Вот и ответ. Да, действительно, когда так разговариваешь, ну, уже на таком, типа, уровне неофициальных предприятий, ну, вот, что мы будем там в промышленности разбираться? Что мы, Минпромторг, что ли? Говорят, что такого-то? Начните там, вот, не сразу во всем, внутрисли, за отраслью. Что тут? Люди пишут. Мишусь, но уверял, что средняя зарплата по стране 73 тысячи. Так так и есть, что там уверять. Это статистика. Так и есть, да. Но при этом представитель правительства говорил о том, что нам нужно проблему неравенства решать, потому что она где-то слишком высокая, а где-то слишком низкая, а в среднем, получается, 73. Эту проблему, конечно, нужно решить. Но то, что зарплаты растут и безработица низкая, ну, это тоже факт все-таки медицинский. А если говорить об уровне доходов, так вообще будет по-другому, потому что за счет там армии сейчас тоже, ну, когда слушаются там 10 с лишним тысяч. Да, они получают и семьи получают наших ребят. Но есть потенциал, вот, рост производительности, о котором мы говорим, так это же и рост заработных плат. И она выше может быть у нас. Это абсолютно нормально, естественно, что там она кратно может увеличить. Конечно. При росте производительности труда, естественно. Ну, за счет оптимизации процесса у нас все очень много что-то есть. Конечно. И тех перевооружений, о которых мы говорили, там очень большое... Но такие проекты, все-таки вот мы замкнутый круг описали, но требуют своего цели тоже финансирования. Конечно. Ну, ты объяснили, самый простой вопрос. Вот как так можно понять? Мы, например, сейчас делаем, ну, потрясающую высокоточку. И я там хвалю всех наших производителей. Там и Калашников, и Орсис, ну, там, Лобаев, там, Беспо, Ган. И там много, ребят, можно продолжать и продолжать. И они делают изделия, есть конкуренция. Когда мы начинаем говорить о машинах, хоть стоя, хоть падай. Китайский автопром с дикой скоростью сделал колоссальный шаг вперед. Машина дешевая, уровень автоматизации сумасшедший. У нас, ну, при всем уважении, ну, АвтоВАЗ хочется спросить, ребят, ну, вы знаете вообще, какой век на дворе? Ну, что мешает? Ну, прям, зла не хватает. Ну, это, это еще один яркий штрих, яркий пример вот тех перекосов, о которых мы говорили. Ну, вот яркий пример. Так это же целевая государственная промышленная политика, где государство, в том числе, стандарты задает, стандарты к производителю. Товарищ Драк, давайте переходите на новый уровень, новые технологии, новые комплектующие материалы, новые образцы изделий. И, ну, это государственная промышленная отраслевая политика. Что у меня, допустим, я вчера в Госдуме был, когда на отчете правительства, вот что меня очень порадовало, ну, наконец-то такой разговор вот начался. Мы говорим прям о конкретных решениях, конкретных отраслях. А нам же тоже одна из установок, которые в 90-е выносили в голову, не может быть никакой промышленной политики. Не надо этим заниматься. А вчера конкретно станкостроение, судостроение, авиационная промышленность, перерабатывающий сектор, сельское хозяйство, стройка, развитие инфраструктуры, транспортные коридоры. Вот предмет деятельности государственной, которая и дает новые качества жизни, новое качество роста нашей экономики. Просто новую экономику. А когда у тебя черный ящик, сигналы на входы, на выходе, монетаризм, общие рассуждения, какие-то слова, и что у тебя? Ничего не будет просто. И рост экономики – дело рукотворное. Это не какая-то там вообще... Слушайте, Александр Сергеевич. Заданность. А ты, дорогой друг, приходи чаще. Спасибо. Не надо стесняться. Спасибо большое. Так что всегда с радостью ждем Александра Сергеевича Галушко, заместителя главы общественной палаты России, автора, ну, бесспорно, абсолютного лидера всех продаж в вопросах экономической литературы, напоминающий раз, кристаллы роста, при том, что интересно, это постоянно обновляемая такая живая книга. Полный контакт